скажем так это островок спокойствия конкретно для меня то есть если ты начинающий поэт ты можешь сюда прийти почитать стихи если ты художник ты можешь выставить свои картины узнать что о них думают люди или что-то другое меня сомнениями или то есть в принципе место для людей по интересам но это кафе мы называем кофелаторий чаша мира это как детский садик для взрослых сделали мы для того чтобы детство было вечно хочу сказать что творчество может продлить наше детство здесь все что не происходило никогда не планировалось все происходит само и лучше не придумаешь через десять лет себе передает любите всех любой человек который зашел к вам понял он зашел куда-то они в какой-то там колхоз не в какие-то десятки других мест которые напоминают одно и то же я пенсионер я никому не нужен и вдруг вот открылся какое-то новое окошко мне это интересно потому что приходит время когда пора разбрасывать камни когда хочется делиться с молодыми тем прекрасно что ты испытал жизнь задачи этого кафе давать какие-то интересные темы которые их дорожили очень приятно что вам все таки приходят воспитанные люди и вот когда один человек на середине фильма вышел покурить я так по глупости своей спросил понравились не понравилось он нашелся что ответить так ведь не бывает как в жизни так жизнь не бывает вот но к сожалению жизнь прожившую я понимаю что в жизни бывает все и наверное только кино и высокое искусство и в литературе в поэзии даже в архитектуре она может это выразить то чего якобы не бывает капа вписи это место где варят кофе и не общаются друзья я сюда прихожу для того чтобы отдохнуть отдохнуть не просто физически а душевно пообщаться с друзьями но это место само себе отбирает людей те которые понимают его душу я пожелаю тем кто сюда приходит найти здесь себя найдя капу в пись я реально нашла свою семью в доме и слезу и людей таких же стран как и я который него не говорят не что я стану блин я даже не заикалась ужас как нижего молодцы